МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, сегодня у нас в гостях грандмастер стиля Пикетти Тирсия, представитель настоящей филиппинской традиции Лео Агахе. Мы в основном знаем о филиппинских боевых искусствах благодаря фильмам с Брюсом Ли, лучшим студентом Дэнона Инносанца. И кое-что известно также от Стивена Сигала, демонстрирующего фехтование в стиле каль. По этой причине в России и в Европе представляют филиппинские боевые искусства как фехтование двумя палками, короткими палками и так далее. Не могли бы вы пояснить, чем на самом деле являются филиппинские боевые искусства? Филиппинские боевые искусства существовали еще до 1521 года, до того, как Фернанд Магеллан был убит. Это является одной из наиболее традиционных филиппинских систем, практикуемой нашими отцами много-много лет. Это стиль жизни. Все филиппинцы носят ножи. Чем длиннее нож, тем ниже ранг. И чем короче нож, тем выше ранг. Мы верим в жизнь и не верим в смерть. Верим в успех и не верим в неудачу. Верим в здоровье и не верим в болезнь. И это было доказано, когда американцы вторглись на Филиппины и пытались достигнуть преимущества над нами. Филиппинцы давали отпор и использовали только боло и мячи. Американцы использовали 31-й калибр, но он не был способен останавливать филиппинцев. И в 1911 году они разработали 45-й калибр, потому что филиппинцы верят в жизнь и не верят в смерть. Филиппинцы добирались до американцев и резали их на кусочки. История свидетельствует, что филиппинское искусство, как мы его называем, является частью мировоззрения и является очень строгой дисциплиной. Потому что когда филиппинец практикует, он следует кодексу Каланчао. Кодекс Каланчао – это 18 заповедей, и это первая конституция островов. Она была основана на острове Панай, и по сей день каждый филиппинец практикует боевые искусства как часть веры. И эти 18 правил очень строги. Необходимо следовать им. Это как, например, нельзя входить в церковь, не снимая головного убора. И если это увидят жители деревни, они поймают тебя и прикончат. Если тебя признают преступником, тебя брочат в реку к крокодилам. Дисциплина очень строга. Искусство на Филиппинах на самом деле называется Кали. Кали, потому что мы испытываем влияние индуизма. И Кали является философской практикой. Кали – это имя индуистской богини в ее воинственной форме. Кроме того, слово Кали присутствует и в филиппинском языке. Слово Ка – это префикс, когда идет обращение к определенному человеку. Например, Ка Джордж – это означает, что он выше нас по рангу. И предполагается, что следует использовать префикс в обращении к любому человеку. Поэтому с самого начала присутствует уважение к практике. Искусство совершенствовалось много лет, и практика является частью мировоззрения. И поэтому основой филиппинской культуры является уважение. После практики уважения практикуются отношения и забота. Если в семье 20 человек в деревне, и вечером обнаруживается, что одно из рабочих животных потерялось, голова племени бьет барабан и спрашивает помощи у всех найти потерявшееся животное. И все идут помогать. Это отношения, это касательно заботы. Одна из женщин собирается родить. Все созываются, чтобы оказать помощь в подготовке родов. И все очень заботливы. Далее практикуется гостеприимство, забота. Когда все развлекаются, и кому-то негде остановиться на ночь, ему дадут еду и устроят на ночлег. Филиппинская культура основывается на дисциплине кали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Скажите мне, я знаю, что в Китае и Японии боевые искусства находятся в тесной взаимосвязи с религией. Буддизм и синтоизм в Японии, даосизм в Китае. Есть нечто подобное на Филиппинах? Я имею в виду, имеете ли вы некие религиозные корни в Кали? Практика, как часть веры, это является очень секретным. Секретным в смысле, что для каждого филиппинца имеет смесь философии и природы. Религиозные практики присутствуют, не в смысле веры в Бога. Мы верим в природу, и это влияние присутствует на всех островах. Это является характеристикой культуры. Со старых времен это было. И таким образом формируется каждый индивидуальный характер человека, а не так, что все ходят в церковь. Влияние этих дисциплин на культуру очень велико и затрагивает все области жизни простых филиппинцев. И это было доказано на протяжении многих лет. И поэтому, когда Фернанд Магеллан прибыл на Филиппины и попытался влиять на филиппинцев, ему было отвечено, что если верховный вождь Лапу-Лапу примет это, то и мы примем. Лапу-Лапу не принял это, и это было начало. История показывает, что пока мы верим в жизнь и не верим в смерть, мы непобедимы. И это было доказано фактом смерти Магеллана. Правда ли, что Магеллан был убит техникой кали ротанговыми палками? Когда верховный вождь отказался явиться, чтобы выказать уважение Магеллану, Магеллан сказал, что пойдет на остров и накажет их за это. Но Магеллан не понимал, что побережье острова, куда он отправляется, очень сложное, и корабль не смог подойти слишком близко. Магеллан и еще 40 человек вынуждены были высадиться на побережье. И поэтому филиппинцы сразу получили преимущество. Используя особенности местности, они навязали испанцам ближний бой и лишили их главного козыря – огнестрельного оружия. В результате боя филиппинцы убили только Магеллана, ему отрубили голову мечом Кампеллан. Остальные его соратники были оставлены в живых. Субтитры сделал DimaTorzok